Задача 77358. В первом банке 1 фунт стерлингов можно купить за 47,4 рубля. Во втором банке 30 фунтов за 1446 рублей. В третьем банке 12 фунтов стоят 561 рубль. Какую наименьшую сумму в рублях нужно заплатить за 10 фунтов стерлингов? Первый банк. Разберемся с первым банком. В первом банке 1 фунт стоит 47,4 рубля. Нас интересует сумма в 10 фунтов. Это значит, если 1 фунт 47,4, то 10 фунтов в 10 раз больше. Значит, мы для того, чтобы найти 10 фунтов в первом банке, умножим обе части на 10. 10 фунтов, а справа будет 474 рубля. Таким образом, в первом банке 10 фунтов можно будет купить за 474 рубля. Это что касается первого банка. Разберемся со вторым банком. Второй банк. Во втором банке 30 фунтов стоят 1446 рублей. Нам нужно 10 фунтов. 10 фунтов это в 3 раза меньше, чем 30. То есть, если мы левую часть разделим на 3, то это будет то, что нам нужно. Но если мы левую часть разделим на 3, тогда и правую часть нужно будет разделить на 3. Таким образом, слева получится 10 фунтов, а справа получится вот столько рублей. 1446 нужно разделить на 3. Давайте так и сделаем. То есть, во втором банке 10 фунтов будет равно 1446 рублей нужно разделить на 3. Посчитаем, сколько это. Значит, 1446 делим на 3. Получается 482 рубля. Получается, запишем, равно 482 рубля. Следующий, третий банк. Банк номер 3. В третьем банке 12 фунтов стоят 561 рубль. А нам нужно 10 фунтов. Чтобы найти 10 фунтов, надо сначала найти, сколько стоит 1 фунт. Чему равен 1 фунт? Для этого левую часть мы делим на 12, но тогда и правую часть нам тоже надо разделить на 12. Тогда получается, слева 12 на 12 будет 1 фунт, а справа этот фунт в рублях. То есть, вот 1 фунт равен 561 разделить на 12 в рублях. Но нам надо не 1 фунт, а 10. То есть, в 10 раз больше. Значит, мы левую часть умножаем на 10, тогда и правую часть надо умножить на 10. То есть, получится 560 надо умножить на 10 и разделить на 12. 561 умножить на 10 и разделить на 12. Итак, давайте отдельно это запишем. То есть, мы с вами выяснили, что 10 фунтов в третьем банке, 10 фунтов в третьем банке, чтобы найти. Нужно, во-первых, 561 разделить на 12, таким образом мы узнаем 1 фунт, и умножить на 10. И вот это все у нас будет сумма в рублях. Далее. Равно посчитаем, сколько у нас получается. Так, это получается 5000. Давайте я запишу так. 5610. Ну, можно было сокращать на 12. Ну, мы так можем столбик поделить, не важно. То есть, получается 5610 мы делим на 12. И у нас получается с вами 467,5 рубля. Теперь надо выбрать самую, какая наименьшая сумма. Значит, самую меньшую сумму. 467,5 это в третьем банке. Во втором банке у нас получилась сумма 482 рубля. И в третьем банке у нас получилась сумма 474 рубля. Самая наименьшая сумма это будет 467,5 рубля. Именно это число нам и нужно записать в ответ. Пишем ответ. Ответ 467,5. Задача решена.